Церемония открытия ха-ха-ха-игр пройдет 3 июля, но соревнования по водному полу, футболу и прыжкам в воду стартовали уже во вторник. Всего в программу турнира вошло 18 видов спорта. Также здесь пройдут соревнования по баскетболу, волейболу, дзюдо, легкой атлетике, настольному теннису, плаванию, спортивной гимнастике, стрельбе из лука, теннису, тхеквонда, фехтованию, художественной гимнастике, стрельбе, регби-семь и парусному спорту. По сравнению с универсиадой 2017, которая прошла в Тайбэе, из программы исчезли бадминтон, бейсбол, гольф, роллер-спорт, ушу, тяжелая атлетика и бильярд, но были включены стрельба, регби-семь и парусный спорт. Первые медали будут разыграны в четверг в дзюдо, плавании, прыжках в воду, спортивной гимнастике, фехтовании и стрельбе. Всего 15 комплектов наград. Самым медалейенким видом спорта на универсиаде станет легкая атлетика, в которой будут разыгрываться 50 комплектов. На втором и третьем местах – плавание, 40, и тхеквонда, 19. Неаполь получил право на проведение летней универсиады в мае 2016 года. Первоначально столицей летней универсиады 2019 был избран город Бразилия, это произошло на сессии из полкома Международной федерации студенческого спорта, ФИСУ, в Брюсселе в ноябре 2013 года. Однако спустя год новый глава столицы Бразилии сразу же после своего избрания заявил, что город не может взять на себя проведение этих соревнований. Символом универсиады в Неаполе стала волшебная сирена Портенопа. По легенде, именно ее встретил древнегреческий герой Агиси со своими спутниками. Сирена является настоящим символом Неаполя, ее изображение можно встретить на улицах в оформлении домов и площадей. Официальная церемония открытия универсиады состоится 3 июля, она пройдет на стадионе Сан-Паоло, который является домашним для футбольного клуба Наполи. По информации пресс-службы турнира, все билеты на церемонию открытия проданы. Всего в церемонии примут участие около 1500 человек. Флаг России на параде спортсменов понесет двукратный призер чемпионата мира по плаванию Кирилл Пригода. Итальянские организаторы оригинально решили вопрос с проживанием спортсменов, Большая часть атлетов будет жить в деревне спортсменов, которая расположена на двух круизных лайнерах. Они стоят в Неаполитанском заливе, в их каютах во время универсиада будут проживать 2936 человек. Остальные спортсмены разместятся в отелях Неаполя, Солерна и Казерты. Всего участия в студенческих играх примет 5971 человек из 112 стран. Организаторы соревнований позаботились о том, чтобы сделать передвижение по региону максимально удобным. Все волонтеры, а также участники игр и делегаты смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Дополнительное транспортное обслуживание игр обеспечит 280 автобусов, 300 автомобилей, 100 фургонов и более 100 такси. Российская делегация на студенческих играх в Неаполе насчитывает 361 человека, включая официальных лиц, тренеров, массажистов и врачей. Бороться за награды турнира будут 275 спортсменов. В состав национальной сборной вошли 7 заслуженных мастеров спорта, 40 мастеров спорта международного класса и 129 мастеров спорта. Российские спортсмены будут выступать во всех видах спорта, кроме легкой атлетики, поскольку членство Всероссийской Федерации легкой атлетики в Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций приостановлено. На прошлой универсиаде российская делегация была более многочисленной – 517 человек, из которых 348 – спортсмены. Россияне завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в общекомандном медальном зачете. По словам президента Российского студенческого спортивного союза Сергея Сиранова, уменьшение количества участников по сравнению с прошлой универсиадой связано с сокращением квот в ряде видов спорта. Такое ужесточение квот произошло из-за сложности с проживанием спортсменов. Первые зимние игры прошли в Красноярске в 2019 году. Италия была хозяйкой летних игр в 1959, 1970, 1975 и 1997 годах, а также зимних универсиад 2003 и 2013 годов. Субтитры создавал DimaTorzok